Мой доклад называется «Эксперименты и теории. Разберёмся, где и в чём обман». Материалы использованы из книги «Авляционная круговая материя во Вселенной» 8 издания. Аннотация. Подтверждаться всё должно только экспериментально. Часть первая. Эксперименты и молекулярно-кинетическая теория. Из истории физики. У наших предков, например, времён Аристотеля, а на самом деле и раньше, существовали свои объяснения многих процессов и явлений природы. Эфира, теплорода, корпускулярного строения вещества и так далее. Самое интересное, что наши предки в некоторых вопросах не ошибались. Об этом можно было прочитать в старых бумажных энциклопедиях. Теперь вы вряд ли найдёте об этом. Теперь про теплород. Ведь это молекулярно-кинетическая теория. Как представляли теплород времён Аристотеля? Тепло переносится особым газом, который втекает в тела и нагревает их. Вытекая из тел, теплород оставляет тела без тепла. Эксперимент номер один. В 1756 году Ломоносов произвёл эксперимент по поводу существования теплорода. Он взял и свесил нагретое тело, потом охлаждённое. Получилось одно и то же. Однако точность достигалась с помощью гирек. Теплород, как потом выяснится, это фотоны инфракрасного диапазона излучения. Получается, что Ломоносов якобы первым сформулировал основные положения ошибочной кинетической теории газов. Он считал, что все тела состоят из корпускул. Но ошибался, что они при нагревании тела движутся быстрее, а при охлаждении медленнее. Так, с помощью эксперимента с гирьками, Ломоносов, не имея модели причины подвижности атомов и молекул вещества, совершил ошибку, отменив теорию теплорода. Эксперимент номер два. В 1800 году Гершель экспериментально обнаружит инфракрасные тепловые лучи и свяжет их с переносом тепла. Как это было? В солнечный день, комната с зашторенными окнами, в шторе отверстие, через которое луч света падает на призму Ньютона. Пройдя сквозь призму, луч распадается на все цвета радуги. Гершель водит градусником по радуге, но видимый свет не греет. С одного края радуги в тени температура стала расти. Так Гершель открыл невидимые тепловые лучи. Таким образом, с этого момента стало ясно, что тепло переносится только излучением инфракрасного диапазона, и это оказывается известно с 1800 года. Эксперимент номер три. Молекулярно-кинетическая теория строения вещества на самом деле вовсе не кинетическая. В том смысле, что температура не является причиной подвижности атомов и молекул вещества. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа, Е-среднее равно 3,2 КТ, ошибочно. Вывод этой формулы, давшей название теории, Больцман произвел в 1877 году методом статистической физики, без эксперимента, не понимая причины подвижности атомов и молекул газа. Больцман утверждал, что причина подвижности молекул газа связана с температурой. Давайте рассмотрим, какая здесь связь. Ведь такие утверждения сохраняются в современной науке до настоящего времени. Но эксперимента нет, а доказательств могут быть только эксперименты. Эксперимент номер четыре. Первое. Тепло переносится фотонами инфракрасного диапазона. И это экспериментально открыл Гершель в 1800 году. Значит, это известно с 1800 года. Второе. В 1913 году Нильсбор дополнил это открытие вторым постулатом. Если электроны атомов и молекул поглотили или излучили тепловые фотоны, то они изменят свои скоростные орбиты. Рассмотрим процесс излучения фотона и его поглощения электроном, а также эффект от этого поглощения. Инфракрасные тепловые фотоны прилетают от Солнца на Землю и попадают на шарик с подкрашенным спиртом в термометре. Внешние электроны поглощают тепловые фотоны и, согласно второму постулату Нильсбора, перескакивают на верхние и более скоростные уровни орбит. При этом размеры молекул увеличиваются. Чем больше молекул поглотит тепловых фотонов, тем больше станет объем подкрашенного спирта. Излишки по капилляру поднимутся вверх и укажут температуру. И именно на этом эффекте основана работа жидкостных термометров. А при чем здесь подвижность молекул? Попробуйте связать модель Гершеля-Бора с моделью Больцмана. Никакой связи нет, потому что разные переносчики инерции. С поступательным движением молекул тепловая инерция не связана. Согласно второму постулату Нильсбора, после поглощения фотона у электрона увеличилась скорость. Как это объяснить? При поглощении электроном фотона, электрону добавляется инерция фотона, его масса и скорость. Фотон обладает очень маленькой массой, но зато обладает очень большой скоростью. Тогда, согласно основному закону природы, закону сохранения массы и инерции, когда инерция фотона сложилась с инерцией электрона, при этом скорость электрона существенно возросла. И электрону пришлось перескочить на другую, более скоростную орбиту, а она расположена дальше от ядра. Но это возможно лишь в одном случае, когда фотон – это частица, обладающая массой. Итак, фотон – это частица, обладающая массой. Вы поняли, что от Солнца тепло на Землю переносится массой теплового излучения фотонов, открытого Гершелем в 1800 году. Принцип переноса тепла лучше испусканием таков. Электрон одного атома или молекулы на Солнце излучает, а электрон другого атома или молекулы на Земле его поглощает. То есть излучают и поглощают тепловые фотоны тепло, электроны атомов и молекул вещества. Поэтому при излучении или поглощении тепловых инфракрасных фотонов обязательно наличие атомов или молекул вещества с электронами на внешних орбитах. Можно сделать вывод. Температурой может обладать только вещество, имеющее атомарную структуру. Нельзя характеризовать температурой ионизированный газ, плазму, нейтронные звезды, черные дыры, фотоны, а также, выдумая некоторыми учеными, эфирная частица амеры. Поэтому вся эфиродинамика ошибочная. Все перечисленное не имеет атомарной структуры с внешним электроном. Не понимая, в чем суть температуры, тепла, некоторые ученые построили целые теории, например, эфиродинамика. Дополнение. Кроме теплового излучения от Солнца или другого источника теплового излучения, лучи испускания, тепло может распространяться путем теплопередачи, контактным способом. Теплопередача – это всего-навсего процесс нагревания одного участка тела или среды от другой его части. Но принцип остается общим. Один электрон излучает инфокрасный фотон, другой этот фотон поглощает. Процесс теплопередачи, например, в газах происходит следующим образом. Нейтрино разных диапазонов непрерывно бомбардирует ядра молекул газа. От ударов нейтрино молекулы газа хаотично движутся в разных направлениях и с разной скоростью. Молекулы газа сталкиваются между собой. При столкновении один электрон излучает инфокрасный фотон, другой этот фотон поглощает. Отличие теплопередачи от лучи испускания лишь в том, что тепловые фотоны в первом случае преодолевают какое-то расстояние до встречи с электроном, который его поглотит. Во втором случае при теплопередаче тепловой фотон передается сразу при столкновениях молекул или атомов между собой. То есть, одна молекула, у которой есть что излучать, излучает, а другая, у которой нечего излучать, естественно поглощает тепловой фотон. Это второй закон термодинамики. С поступательным движением молекул тепловая инерция никак не связана. Вывод. Первое. Тепловая инерция переносится или передается только массой инфокрасных фотонов. Поэтому фотон-частица, обладающая массой. Второе. Излучают или поглощают тепловые инфокрасные фотоны внешние электроны атомов или молекул, при этом увеличивая или уменьшая объемы своих атомов или молекул, соответственно увеличивая или уменьшая весь объем жидкости или газа. Именно внешний электрон связан с температурой и размерами молекул, которые линейно связаны между собой. Эксперимент 6. Еще современная физика утверждает, что молекулы газа находятся в вечном и хаотичном движении, все время ударяясь друг с другом с разной скоростью. Данное утверждение не содержит причины подвижности атомов и молекул. Ведь такого быть не может, так как через некоторое время скорости атомов и молекул, естественно усреднились бы. Это если удары упругие. Но этого не наблюдается. Если удары не упругие, то через какое-то время скорости атомов и молекул естественно стали бы равны нулем. А и такого тоже не наблюдается. Получается, что молекулы газа могут хаотично и вечно соударяться между собой только в том случае, когда что-то хаотичное вечно ударяет по ним самим. Теперь надо найти это что-то. Рассмотрим, какие основные силы действуют на молекулы вещества, например, газа. Во-первых, силы гравитационного взаимодействия между молекулами. Но они настолько малы, что в сравнении с другими ими можно пренебречь. Во-вторых, гравитационное взаимодействие между каждой отдельной молекулой и Землей. В газе молекулярное взаимодействие, в отличие от жидкости и твердых веществ, отсутствует. Как видим, из всех этих сил самыми существенными являются силы гравитационного притяжения Земли. Если бы на молекулы газа действовали только эти перечисленные силы, то по закону гравитационного притяжения все молекулы газа лежали бы на поверхности Земли небольшим слоем. Атмосфера, которую мы наблюдаем, не существовала бы. Однако атмосфера существует. В этом атмосфера Земли и вообще все газы обязаны непрерывной нейтринной бомбардировке ядер молекул газа и гравитации. Поэтому на молекулы газа и жидкости, а также на молекулы твердых веществ, помимо перечисленных сил, действует еще одна непрерывная нейтринная бомбардировка ядер атомов и молекул вещества. Совокупность действия всех этих сил делает газ таким, каким мы его наблюдаем. Объемным. Таким образом, материальными частицами, сообщающими инерцию движения молекулам газа или жидкости, являются нейтринная. Почему именно нейтринная? Но ведь что-то же должно ударять по ядрам атомов и молекул вещества хаотично, во всех направлениях и с разной инерцией. Сами они прыгать не будут. Другого претендента на эту роль не найти. Его просто нет. Поэтому нейтринная. Нейтринное нейтральное излучение рождается в звездах при реакциях термоядерного синтеза. При каждой реакции термоядерного синтеза излучается фотон и нейтринная строго определенных масс и частот. Тогда фотонов и нейтринная во Вселенной излучается одинаковое количество. Поэтому нейтринно, так же как и фотоны, бывают разных диапазонов частот. И они движутся прямолинейно во всех направлениях Вселенной. Итак, вещество обладает внутренней инерцией, масса помноженная на скорость, состоящей из двух видов. Первое. Это инерция подвижности атомов и молекул вещества. Этот вид инерции связан с непрерывной нейтринной бомбардировкой ядер атомов и молекул вещества. Только благодаря этому виду инерции, газ объемный, существует диффузия и теплопроводность. Средняя инерция атомов и молекул, величина постоянная и от температуры не зависит. Второе. Это тепловая инерция, переносимая массой инфокрасных фотонов. Она характеризуется инерцией внешнего электрона на орбите. Тепловая инерция, которая характеризуется температурой, величина непостоянная. Эксперимент 7. Процесс теплопередачи в жидкостях и газах, это океаны и атмосфера, образуют конвекционные потоки. Если внешние электроны, молекул жидкости или газа поглощают тепловые фотоны, то при этом они увеличивают размеры молекул. И, соответственно, уменьшается их удельная плотность. И, согласно закону Архимеда, образуется конвекционный поток вверх. Если внешние электроны, молекул жидкости или газа излучают тепловые фотоны, то при этом уменьшаются размеры молекул, и, соответственно, увеличивается их удельная плотность. И, согласно закону Архимеда, образуется конвекционный поток вниз. Процесс образования конвекционных потоков в жидкостях и газах доказывает, что при нагревании объем молекул увеличивается, а удельная плотность молекул уменьшается, и они устремляются вверх, подчиняясь закону Архимеда. И это происходит за счет поглощения тепловых фотонов. Теперь попробуйте дать объяснение образованию конвекционных потоков современной молекулярно-кинетической теории. Никак не объяснить, потому что поступательное движение атомов и молекул хаотичное, а конвекционные потоки имеют направленное движение, связанное только с законами Архимеда. Значит, температура связана с внешним электроном молекул газа или жидкости, а не с температурным движением молекул. Эксперимент номер 8. Российские ученые Каменский и Шноль несколько лет назад подготовили и провели эксперимент по зависимости характеристик броуновского движения от температуры. Это напечатано в журнале «Известия вузов», том 19, номер 1, за 2011 год. Об этом я написал в книжечке, посвященной Шнолю. Статья называется «Космофизические факторы в спектре амплитуд флуклуации в броуновском движении». Вывод из эксперимента. Данный эксперимент подтвердил все ранее произведенные Шнолем эксперименты и показал, что при постоянной температуре средняя энергия подвижности атомов и молекул изменяется. Таким образом, причина подвижности атомов и молекул с температурой не связана. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории Е-среднее равно 3,2 КТ не соответствует действительности. И поэтому вся молекулярно-кинетическая теория оказывается также ошибочной. Выводы. Первое. Тепло переносится лучеиспусканием или передается теплопередачей только массой фотонов инфракрасного диапазона излучений. И это известно с 1800 года. Поэтому фотон – это частица, имеющая массу. Второе. Мы только что увидели, что главную роль в газовых законах играет изменение скорости внешних электронов и, соответственно, размеров атомов и молекул при нагревании или охлаждении. И никакого отношения к подвижности молекул и теории идеального газа не имеет. При нагревании или охлаждении изменяются размеры атомов и молекул. Согласно этому изменению, изменяется и длина свободного пробега. В результате чего при изобарном процессе изменяется объем, а при изохорном – давление. Третье. Кроме того, линейность газовых законов доказывает, что никаких энергий Е равно МВ квадрат пополам и Е равно МС квадрат в природе нету. Все объясняется только через линейную функцию масса, помноженная на скорость, которую следует называть инерция. Вся механика объясняется только инерцией, а вся физика объясняется только механикой. Часть 2. Эксперимент и теория относительности Эйнштейна. Много ученых в мире думают, что математические теории Эйнштейна ошибочные. И тогда они начинают искать в математических лабиринтах ошибки. Они не понимают, что математически можно описать все, что хочется, любые фантазии. А как все на самом деле? В 1905 году на всей планете ввели утвержденную программу образования, которая обязательно для всех. Речь пойдет только о физике. Все должно быть так, как написано в учебнике, в том числе и теория Эйнштейна. Критиковать теорию Эйнштейна и утвержденную программу образования запрещено. Поэтому излишне думать также запрещено, а никто и не думает. А те, кто считает, что они думают, ищут ошибки в математических фантазиях. Чтобы любые теории не были фантазиями, они должны основываться не на постулатах, а на экспериментах. Сейчас сильно удивитесь. Один из постулатов, на основе которых созданы математические теории Эйнштейна, ошибочный. Это второй постулат. Скорость света постоянная, то есть она не зависит от скорости источника и приемника света. Однако существует эксперимент, говорящий об обратном. Причем этим экспериментом каждодневно пользуются тысячи полицейских во всем мире, измеряя скорости движущихся автомобилей. Этот эксперимент называется «Определение скорости объектов радаром по разности частот». В его основе эффект ВИЗО, который заставляют всех называть акустическим эффектом Доплера. В качестве конкретного примера рассмотрим принцип действия и характеристики радара «Стрелка», предназначенного для измерения скорости автомобилей. Принцип работы основан на облучении радиосигналом движущегося автомобиля. Скорость автомобиля определяется по разности частот следования фотонов. Радар «Стрелка» работает в качественном диапазоне 24,15 ГГц. Длительность импульсов 30 нс. Период повторения импульсов 25 мкс. Эффект, на котором основана работа радара, так же, как и эффект ВИЗО, заставляют всех называть акустическим эффектом Доплера. Однако этот эффект, так же, как и эффект ВИЗО, не акустический, а электромагнитный. И никакого отношения к эффекту Доплера не имеет. Кроме того, эффект, используемый в радаре, так же, как и эффект ВИЗО, является экспериментальным доказательством, что скорость света не постоянная, а зависит от скорости источника и приемника света. Итак, радар излучает в направлении движущегося на него автомобиля импульс 30 нс, заполненный радиофолтонами с частотой следования 0,24,15 ГГц. Радар неподвижен относительно Земли, и поэтому излученные им фотоны летят со скоростью С0, относительно Земли. Отразившись от автомобиля, движущись навстречу со скоростью В, фотоны попадают обратно в радар, работающий уже в режиме приема и измерения частоты следования фотонов. Измерение показывает, что частота следования отраженных фотонов, Ню-1, изменилась и стала больше, чем Ню-0. Теперь надо разобраться и объяснить, почему частота следования фотонов стала больше. Генератор, вырабатывающий несущую частоту 24,15 ГГц, представляет собой устройство, упрощенно содержащее следующие элементы. Колебательный контур, усилитель мощности, антенну, управление длительностью и периодом повторения импульсов и периодом повторения импульсов. Колебательный контур создает переменное напряжение и переменный электрический ток. Усилитель мощности усиливает их до необходимых величин. Излучает только переменный электрический ток, электронное. Постоянный электрический ток излучает фотоны только в момент выключения питания. Таким образом, беспроводная связь на постоянном токе представлена азбукой Морзе. Не забудьте, что электрический ток в передающей антенне это следствие от напряжения и проводимости проводника. При появлении напряжения, точнее разности зарядов, на концах проводника эфирные частицы толкают слабосвязанные электроны проводника к противоположному знаку заряда и поглощаются электронами. При нарастании напряжения в проводнике увеличивается плотность потоков эфирных частиц. При этом электроны за счет поглощения эфирных частиц увеличивают свою массу и скорость. При уменьшении в проводнике антенны напряжение до нуля электроны формируют из массы поглощенных эфирных частиц фотоны и излучают их. При смене полярности напряжения описанный эффект повторяется и излучается следующий фотон. Затем все повторяется снова и снова. На рисунке 1 показано действие напряжения на концах проводника и время Т нулевое накопление массы поглощенных эфирных частиц, а также формирование из них фотонов. Т нулевое период следования излученных фотонов. Ню нулевое частота следования излученных фотонов. Они находятся в обратной зависимости. На рисунке 2 было показано моменты излучения фотонов. На рисунке 3 показано появление наведенного электрического тока и напряжения на концах приемной антенны. Как появляется наведенный электрический ток и напряжение, точнее разность зарядов, на концах приемной антенны? При поглощении фотонов, слабо связанными электронами, атомов, вещества, приемной антенны, эти электроны срываются со своих орбит и под действием электрических сил отталкивания мгновенно собираются на противоположных концах приемной антенны. Затем под действием электрических сил притяжения электроны возвращаются на свои орбиты. Такой процесс повторяется с частотой следования фотонов. Рассмотрим два случая. Один, когда автомобиль неподвижен. Другой, когда автомобиль движется навстречу радару. В первом случае излученные фотоны долетают до неподвижного автомобиля и отражаясь летят обратно. Для всех излученных фотонов расстояние и время полета туда и обратно одно и то же. Измерение частоты следования отраженных фотонов показывает, что частота следования фотонов не изменилась. Во втором случае автомобиль движется навстречу радару. В этом случае фотоны долетают до точки столкновения с автомобилем и отражаясь летят обратно. Для каждого фотона расстояние между точкой столкновения с автомобилем и радаром одно и то же. А время на обратный путь после столкновения у каждого следующего фотона из состава импульса 30 нанотекунд уменьшается. На это указывает частота следования отраженных фотонов не один. Частота следования стала больше, чем не нулевое. Частота следования фотонов находится в обратной зависимости с периодом следования фотонов. Т – это период следования фотонов, то есть интервалы времени между фотонами. Поэтому они стали меньше. Раз время полета фотонов на обратный путь стало меньше, значит скорость полета фотонов после столкновения с автомобилем стала больше. Получается, что информация о скорости автомобиля заложена в скорости отразившихся фотонов. Чем больше скорость автомобиля, тем больше скорость отраженных фотонов. Измеряемая радаром разность частот пропорционально скорости автомобиля и соответственно разности скоростей излученных и отраженных фотонов. Как видите, объяснение изменения частоты следования отраженных фотонов связано с изменением скорости движения фотонов. Это является экспериментальным доказательством того, что скорость фотонов не постоянная, а зависит от скоростей источника и приемника. Кроме того, вы где-нибудь увидели доказательство, что фотоны являются радиоволнами? Нет, не увидели. Так как эксперимент доказывает, что скорость фотонов векторно складывается со скоростью источника и скоростью приемника. А это возможно только для тел и частиц. Фотоны оказываются частицами, которые, как и положено частицам, обладают принципом векторного сложения скоростей. Эксперимент определения скорости объектов по разности частот доказывает, что скорость света не постоянная величина. Она зависит от скорости источника и приемника. Второй постулат Эйнштейна ошибочный. Вывод. Фотон это частица, а скорость света не постоянная. Теории относительности Эйнштейна не верны. Естественно, ошибочно все, что связано с этими теориями, в том числе и теория Большого Взрыва. Часть третья. Ложь об электромагнитной волне и шкале электромагнитного излучения. Сначала рассмотрим, насколько запутана терминология в данном вопросе. С 1905 года, через утвержденную программу образования, всех вас заставляет излучение называть электромагнитными волнами. Фотоны не обладают ни электрическими, ни магнитными свойствами. Фотоны не взаимодействуют ни с электрическими, ни с магнитными полями. Фотоны излучения электромагнита нейтральны. Поэтому фотоны называть электромагнитными волнами нельзя. А вас заставляют. Теперь о термине волна. Волны бывают только звуковыми, то есть акустическими, и только продольными. Волны распространяются в среде во все стороны, но только вперед, передавая колебания от одной частицы упругой среды к другой частице. Передавать колебания в среде вперед могут только продольные акустические волны. То есть колеблется сама среда. Это процесс. Фотоны, в отличие от волн, не распространяются, а летят по одиночке, в пустоте, совершая поперечные колебания. Это доказывает эффекты дифракции и интерференции. И ничего никому не передают. Поперечные колебания передаваться вперед не могут. Итак, звук – это волны, процесс, а излучение – это частицы, которые в полете совершают поперечные колебания. А колебания и волны – это не одно и то же. Поэтому фотоны не волны, а частицы, корпускулы. Загляните в любую старую энциклопедию, кроме Википедии, и прочитайте, что было до 1905 года. А вот что было. В 1672 году Ньютон разработал корпускулярную теорию света. Основание – явление дисперсии света и существование простых цветов, а также эффекты дифракции и интерференции, доказывающие, что свет имеет поперечные колебания. Ведь только частицы корпускулы могут иметь поперечные колебания. До 1905 года корпускулярная теория света была общепризнанной. В 1808 году французский ученый Малюс объяснил и подтвердил это экспериментально на эффекте поляризации света. Поляризованными могут быть только частицы корпускулы. За это Малюс получил самую большую по тем временам премию. Об этом написано во всех старых бумажных энциклопедиях. Но это просуществовало до 1905 года, когда в утвержденную программу образования включили ошибочную волновую теорию Гюйгенса. Но так как большинство ученых тогда было против, то немного дополнили тем, что свет стал одновременно и волна, и частица. А это несовместимые вещи. У меня было просчитано, я вам махал оттуда. А вы мне смотрите время какое показываете. Это не честно. 30 минут. Нет, это не честно. Чем отличаются между собой частотные диапазоны? Давайте решим решать. Две минуты тебе дадим. Ну-то ко мне и надо две минуты. Ну давай, продолжай. Зря вы сбивали только, там же запись идет. Чем отличаются между собой частотные диапазоны? Отличие частотных диапазонов друг от друга связано различием эффектов от взаимодействия фотонов с веществом. Вот некоторые примеры. Фотон радиодиапазона. Они обладают малой массой и, соответственно, малой инерцией. Поэтому они взаимодействуют только со слабосвязанными электронами внутренних орбит атомов. Такие электроны имеются только у металлов. Это является основным фактором для беспроводной радиосвязи. Вы заметили, что никаких волн не длин волн. Нет. Есть только период следования и частота следования фотонов. Вот так всех обманывают, чтобы вы неправильно объясняли процессы в природе. Получается, что частота следования фотонов равна частоте, наведенной переменной ЭДС от колебательного контура передатчика. Оказывается, антенны излучают фотоны, частоту следования которых выдают за собственную частоту колебаний фотонов. А это не одно и то же. Поэтому на шкале электромагнитного излучения численные значения частоты собственных колебаний фотонов радиодиапазона, пересчитанные в длинный набол, ошибочные. Как можно было не заметить этой подмене при рассмотрении амплитудной частотной модуляции? Вы поняли, что представляет собой шкала электромагнитных излучений, где в радиочастотном диапазоне вместо собственных частот фотонов стоят частоты следования фотонов. Теперь фотоны инфракрасного диапазона. Они являются переносчиками тепловой энергии. Фотоны этого диапазона взаимодействуют только с внешними электронами атомов и молекул вещества, изменяя объемные размеры тел и частиц. Об излучаемых фотонах нам ничего не известно. Масса, собственная частота и амплитуда в части их численных значений. И эффекта, позволяющих определить, не существует. В других частотных диапазонах собственные частоты излучений фотонов просто выдуманы с использованием фальшивой неэкспериментальной постоянной планка и простого размещения численных значений частот по всей шкале. Предложенная планком гипотеза, Е равно Н, недоказуемая. И поэтому, какой она должна иметь вид, Е равно Н, деленное на Н, или Е равно Н, умноженное на Н, неизвестно. Соответственно, коэффициент постоянной планка выдуманной. Нет эксперимента. Есть ли эффекты, позволяющие экспериментально определить хоть какую-нибудь характеристику, в том числе и собственную частоту фотонов в каком-нибудь из диапазонов. Эффекта, позволяющих сосчитать собственную частоту колебаний фотонов, в природе нет. Численные значения собственных частот колебаний фотонов неизвестны по всей шкале излучений. Выдуманные частоты, к тому же, пишутся в длинных волн, которых у фотонов нет. Частоты радиодиапазона, выдаваемые за собственное колебание фотонов, на самом деле являются частотами следования фотонов, а это не одно и то же. Соответственно, радиоволн не существует, так как частота следования потонов и собственная частота потонов находятся в обратной зависимости. То излучение длинных волн должно примыкать к инфокрасному диапазону, а УКВ должно быть на месте длинных волн. Используемые источники. Две книжечки. Эволюционный круговорот и разгадка тайны. Благодарим докладчика. Мы перейдем к вопросам и к каким-то осуждениям. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, я правильно услышал, что частота фотона как частицы является не колебанием, а последовательность частиц? Нет, вы ничего не подняли. Ньютон нам открыл... Нет, то, что вы сказали. Нет, я ничего не говорю. Вы не правы. Потом частота... Я не буду сейчас искать, я не буду. Я вам сейчас расскажу, в чем вы не правы. Ньютон нам открыл что? Собственную частоту колебаний фотонов. Вот когда у нас радуга и монохроматическая однополосочка, это и есть собственная частота фотонов. Вот что она физически обозначает? Она физически обозначает собой, что частица корпускала летит и совершает поперечные колебания. Если она летит боком, ось вот эта полета у нее направлена в другую сторону, то это является поляризацией. Это моллюсы открыть. Только частица может лететь боком, а делать вот так. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопрос. Давайте я вам... Пожалуйста. То есть она террообразна, да? Что? Какое замечание? Фотон террообразна. Ну ладно, еще раз. Замечание, что не в 1905 году учебники написали. Становление теории относительности началось после присвоения Мобиловки. Это где-то 20-30 годов. В 1905 году тогда это еще за 1911 точно только эфир еще был на коне, а вот где-то 20-30 годов. Это существенная такая ошибка. Это не ошибка, я про другое говорю, не про это то, что вы имеете в виду. Было заявлено, что в учебниках с 1905 года заставили писать и так далее. Все это происходило через палату мер и весов. Значит, еще раз говорю, в 1905 году заставили писать и делать в виду. Нет, это начали в 20-30 годы. Не про литзивизм, а утвержденную речь идет. Иван, про утвержденную программу образования. Не про литзивизм. Пр литзивизм я тут поговорил. Да, 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 да. Все это начало меняться в 20-30 годы. Утвержденная программа образования, но не только 30-30 годы. Кто ее утверждал? Что? Тихо, не надо, не надо, стоп. Значит, эксперименты по направленному движению молекул и атомов. Это даже не эксперименты. Это повседневный опыт, реактивный двигатель. Скорость струи выбрасываю пропорционально четвертой степени температуры. Ясно, да? Направлено движение атомов сгорелших веществ. Я, это известно, нет? Вот иду, вот учитываю это. Второй. Исследование молекулярными пучками поверхности. Вот этих крепливых пластин, это тонкая вещь. Направленные пучки формируются специальными соплами лаваря, малюсенькие. И ходят, и вот так вот облучают. И повышают температуру, увеличивается скорость. И снимаются спектры отражения этих молекул. Стоят вокруг датчики и смотрят, как они рассеиваются. И судят о поверхности, видно там просто. Картинка блестящая. Тоже запомнил, да? Дальше вакуумные насосы по раструйной. Стоят такая структура сопел. Нагревается, ну там, тут масло. Сейчас масло масло специфически. Создаются штруи специально на отметине, которые падают на охлажденные поверхности. Они летят, захватывают частицы газа. И происходит молекулярная отказка насоса. Отдельная, каждая молекула. А что такое нагревание? Расскажите. Вот это значит нагревание, передача тепла в это самое. Вот в данном случае в реактивном двигателе. Это сгорание этого самого, формирование молекулярного потока. Направленного. Никакого хаотичного. Да, значит, если будет закрыто, как только закрыл сопло, хаотичная так и останется, и будет взрыв. Равномерно во все стороны по закону Максвелла распределением разлетятся. Что это противоречит тому, что я говорил? Что было сказано, что экспериментально направленное движение молекул не зафиксировано. Вот это было утверждение. Совершенно то, что я чуть не подскочил здесь. Понятно? Я начал уже... По Броновскому движению сделал Славянский и Шноль. Можете прочитать? Направленное движение, даже не экспериментально, а просто промышленно уже в масштабах, потому что самолеты все летают. Проективная дверь. Значит, что я скажу, потому что вопросов много. Понятно. Надо находить... Вот это неправильная постановка вопроса. Самолеты не летают. Если, смотрите, если вы будете по такому принципу действовать, это самое... Это в четвертой степени, это в пятой, это тут... Если вы не найдете самый простейший случай в каком-то процессе, согласны? То вы никогда не решите эту проблему, ну, как бы сказать, чем это объяснить надо? То есть сложные процессы надо свести к самым простым. И не набирать там таких этих самых... Вот это, вот это, вот это. Значит, вы не согласны с тем, что... Семен, было заявлено... Я тебе говорю, один тезис, единственный. Было заявлено, что экспериментально направленное движение молекул не было никогда проведено. Значит... Я проверяю этот тезис, реактивный ответ, или простейший... Стоп, стоп, стоп. Значит, дело в том, что вы что, не согласны с тем, что от Солнца фотоны прилетают? Фотоны согласен. Лучи спускания называются? Энергетрина прилетают, да. Нет, давай про фотоны, что это здесь, значит, прилетают, да? Попадают на жарик с подкрашенным спиртом. По мельце-бору они поглощают, увеличивают свои размеры. Кто? Электроны. Электроны, фотоны... Нет, фотон поглотился... Семен, значит, объясняю, существует несколько механизмов теплопередачи. Простейший случай... Два. Нет, четыре. Значит, простейший. Это вот, я просто понимаю, это от особого вида, когда ты с жидким азотом работаешь. Вот как они происходят, излучение, мудепередача, вот когда почти не поглотят. Это новое называть, я назвал, гершель открыл в 1800 году лучшие спускания, это понятно? Один механизм, да, согласен, согласен. Значит, понятно, теплопередача при столкновении, один фотон, у которого есть фотон, а у которого нет, передает, то же самое, только не надо лететь никуда, и все. Это называется теплопередача. Подождите, теплопередача, еще есть поглощение такой термин. Что, что, то, давайте по порядку разбираться. Вы согласны с этим, с теплопередачей? Да, значит, теплопередача есть. Это второе с теплодинамикой. От одной участка тела, другое нагревается. Конечно, да. И среда. Скорость молекул увеличивается при этом. Ага. Увеличивается скорость молекул. Молекул не увеличивается. Увеличивается? Нет. Нет, нет, скорость молекул не увеличивается. Скорость молекул не увеличивается, извини. При нагревании только увеличивается длина свободного пробега. За счет чего? Нет, не надо. Где тут это самое? Я нарисую, чтобы всем ясно. Семён, вы хотите сказать, что вы это? Значит, смотрите. У нас это самое... Не надо перебивать меня. Значит, смотрите. У нас какая-то температура постоянная, да? Определенная... Ну, это там же хаотично движется. Вот мы берем только один случай, значит, чисто теоретический. Вот молекула вот сюда прыгнула. Это была такая-то температура. Мы нагрели. Давайте рассмотрим, что с этой температурой произошло. Значит, вот эта молекула. А у неё от температуры... Ну, как его... Электрон перескочил на другую орбиту. То есть на радиус. Вот радиус сюда, радиус сюда. То есть длина свободного пробега за счет радиуса электрона увеличилась. И всё. А эта самая скорость осталась та же самая. Потому что я приводил... Промелькало всё. Значит, смотрите. Прилетает фотон. Его поглощает электрон, да? У электрона масса есть и скорость есть. Правильно? Значит, добавилась масса очень маленького фотона, но зато большая скорость добавилась. Стало всё вместе. Значит, ну, одна масса стала у электрона. Но скорость существенно возросла у электрона. И он перескочил на новую орбиту. Более удалённую. Причём тут подвижность атомов и молекул. Перескочил, подойди. Ну, перескочил, ну что дальше? Всё. Значит, эта длина свободного пробега увеличилась. В зависимости от температуры. А скорость осталась та же. Размер электрона, ты знаешь? Знаем. Меньше 10 минут. 10 минус 18 считается. Вот ты понимаешь, размер молекулы, ты знаешь? Ну, нанометр это, понимаешь? Электрон не увеличился, орбита увеличилась. Значит, если мы нагреем на 287 градусов, тогда у нас объём газа увеличится в два раза. В два. 288. Если мы нагреваем на 1 градус, на одну, это закон этого самого. Ну, давление, да. Боль на марионе. Ну, мы не более мариоты. Боль на мариоты, это изобарный. Ну, что-то так вот. Изотермический. Изотермический закон. Ну, это всё, тогда закон будет. Ты по-моему, ешь, но вот и следующий. Сейчас, что ему хотелось. Иван, округлый стол. Дай вопросы задать этим. Я настальное. Не слышал вас. Мы не сможем быть судьями вашего спора. Пока вы друг с другом консенсуса не достигнете. Он не хочет. А мы оппонентами не хотим. Это уже много лет. Консенсус не возможен. А мы не сможем быть вашими судьями. Так, есть ещё вопросы. Есть тут дискуссия, которая требует, наверное, продолжения. Вы сказали, что термическая энергия от Солнца передаётся через массы фотомиков. Я так понял. Фотомы, благодаря тому, что у них масса, вы так сказали, передаётся энергия от Солнца к Земле. Как объяснить, что на высоте 2 километра в горах минус 10-20 градусов, а внизу плюс 30 градусов? Очень легко и просто. Это метеорологи знают. И вообще все люди знают. Значит, газ в состоянии, ну, пускай одна атмосфера, чтобы вы понимали, десятикрасная имеет между этими самыми молекулами. Десятикрасная. Значит, свет, который этот, ну, тепловая, инфокрасные батоны, они, это самое, если они, ну, как бы сказать, поглощение существует, но такое мизерное, я не знаю, там, даже одного процента, наверное, нету. То есть, насквозь приходит. Сначала нагревается земля, а потом от неё воздух. Но не наоборот. А что, там на горе нет земли, что ли, гора? Нет, на горах есть это самое, ну, это самое. Но дело в том, что не нагреть настолько, насколько внизу, сразу это самое, тепло, ну, так вот вы киньте яблоко, он будет гнить, тепло-то выделяется, окисляется, но попробуйте, замерьте его. И там тепло рассеивается. То есть, это тепло, большей частью, вообще, как тепло задерживается, задерживает облака. В горах облаков мало. И в горах, вот, то, что вы приносите примет, значит, нагревает этот, какую-то поверхность там, ну, не такую поверхность, такую не нагреться, ну, какая-то долина там есть, нагревает это самое. От неё нагревается это самое, поверхность это, ну, как его, воздух нагревается. Ну, да. Хорошо, а как вы скажете тогда, если неубедительно то, что это самое... Я за круглым столом, здесь я не хочу понять. За круглым столом я скажу. Ну, тут падение на гору, ну, я бы скоро. Вот так вот, вот, падают патроны, идут всё к земле, вот, идёт полощение, а сюда они приходят, они, ну, вот, если отсюда, они уже строго полощаются, вот это простое, и в горах. Ну, надо думать о чем он... Нет, так я сразу... Я не думаю от меня сюда, понятно? Нет, что тебя, я вот это сразу, я исключил, Иван, я это сразу исключил. Потому что это ясно, что, если гора вот так, она не вообще не нагреется, как ты нарисовал. Ты прослушал это, Валерий. Так, ещё вопрос. Всё-таки я спрошу, кем утверждены программы и с какой целью? Значит так, объясняю. Так как это сделано комитетом 300, самой богатой масонской ложи, то это все находятся в секрете, и что-либо рассуждать, или я там прочитал это, я это, всё секретно. Как можно это найти? Это можно пойти, найти по формулам, ну, в смысле, туда, книжки тоже это самое. Вот, например, 20-е годы про Лича плохо нельзя писать, сейчас про Эйнштейна нельзя плохо писать. То есть вы читаете художественную извращенную литературу, а то, что они вот эту утвержденную программу приняли, а кто знает? Никто не знает, всё секретно. Зачем ты говоришь тогда об этом? Если никто не знает, и этого нет, и можно... Как пирология такая, как там было. Нет, зачем говоришь, я нашёл ошибки, все ошибки, которые они специально туда введены, и эти все ошибки написал в книжке. Пожалуйста. Доказывающие, что они специально туда засунуты. Я в этой части с докладчиком согласен. Как сказал один умный человек, не сомневайся во всём, только сомнения заставляют тебя двигаться вперёд. Значит, теперь приведу высказывание Андрея Фурсова, наверное, с такома многим фамилия. Значит, существует две науки. Одна наука — это для общего пользования, для обывателя, или, как вот товарищи масоны говорят, для быдла, для 98% жителей Земли. И вторая наука — это для избранных, для 2% жителей Земли. Это масоны и им подобные. Так вот, та вторая наука для 2% жителей Земли, она изучает абсолютно всё. И порталовины, и измерения, и разные вещи, которые считаются у среди обывателей, считаются шарлатанством, сказками и так далее. Хотя на самом деле никаких сказок не существует. Поэтому сомневаться надо абсолютно во всём. И я призываю и всех вас, как работников, как учёных работников, всегда, когда вы какие-то свои исследования проводите, поставьте под сомнение предыдущие многолетние, многовековые догмы. Попытайтесь их заново доказать. Попытайтесь сами. А можно в словах-то неважно, да? И в словах-докладчиках можно подвергать. Обязательно. Он сказал во всём. Во всём. Во всём. Я думал, что какие-нибудь.